ну почему бы я мог оттуда взять вот сюда ближе положить? а зачем оттуда? там готовые уже лежат. Дэш мне так удобнее. Как удобнее и дальше брать что ли? Ну вот они готовы и дальше лежат. Ну дальше брать удобнее положить сюда ближе.田 эксперты зачем же удобнее когда дальше брать? Я говорю, что удобнее мне. почему тебе удобнее брать дальше чем ближе но чем ближе тем удобней чем удастит неудобно что ты вот близко берешь здесь почему там удобно дальше какая разница круть верь верь круть ну и чё-то забесновался тогда а чё ты делаешь то вы вылезли по своему да своему свое все не дал потому что это неправильно потянута докажи что твое правильно что дальше удобнее чем какая круть верь верь круть но разницы нет но я просто думаю что удобнее мне было бы но обосной но сюда ближе положить оттуда взять чем удобнее то не знаю не знаю вот они вот под рукой лежат вот заготовки туда ну ты как бабка по-своему я хотел по-своему ну а тебе зачем хотеть по-своему то ты обещал ты обещал ты обещал когда тебя когда сюда тебя когда сюда ты там замерзали зачем nettopp как у тебя бабка докопалася все вот так вот по моему сделаю все, по моему как уût... ты когда ко мне сюда ехал ты обещал меня слушаться? как-то бабка докопалася чего ты заладил как-то бабка как-то бабка ты когда сюда обещал и ехать ко мне обещал слушаться меня? а почему не выполняешь свои обещания обещал сюда когда меня слушаться или или чё в мелочи заморачивается ну зачем ты обратно хочешь туда что ли в мелочи заморачивать так ты же заморачиваешься то я тебе дал задание дал работу показал как делать тебе надо по-своему а зачем зачем тебе вот это непослушание неуважение ко мне проявлять как неуважение я просто решил мне удобнее у тебя все просто решил вчера мы с тобой договаривались сколько у тебя времени на обед уходила раньше вот и ближе вот к себе передвинул сюда а до этого ты говоришь а тебе удобнее дальше брать какой тебя дернул мозгами сообразил что так быстрее когда вот тут дальше лежала ты стыд и утверждал что оттуда брать удобнее сейчас ближе положил вот как я тебе говорил и что-то доказывал мне и получилось по-моему удобней то я сейчас делал по-своему тебе все просто надо делать по-своему мне быстрее и удобнее ну ты как-то бабка что ты заладил как-то бабка сделай по-моему у тебя какое у вас образование заушное сколько классов ты закончил 6 классов 7 коридор вот ты после этого где-нибудь учился училище механизации закончил диплом есть ты механизатор работал механизатором не дня а почему к технике отвращения к технике отвращения а я вася закончил химико-технологический факультет пять лет я учился у меня высшее образование химик-технолог уж в технологии то я наверно получше разбираюсь чем ты который ты ни дня не работал в технологии производства ты делаешь все очень медленно очень медленно я тебя пытаюсь помочь научить тебя как быстрее ты противишься этому зачем тебе это надо сказали как делать у старика процессы все как угасают вася вася да не у каждого старика процесса все угасают там писание говорит что в старой старика процессе будут сочные и свежие читал ты такое в библии сочные плодовитые и свежие у тебя все угасают и все вот псалом 91 15 стих вот смотри читаю здесь вазь отвлекись праведник праведник цветет как пальма возвышается подобно кедру на ливане насажденные в доме господним они цветут во дворах бога нашего они и в старости плодовиты сочные свежие чтобы размещать что праведен господь твердыня моя и нет неправды в нем как ты понимаешь старости плодовиты сочные и свежие кто праведники а ты лжешь на каждом сагу мне конечно ты не плодовитый не сочин и не свеж как курюк скорчатся и ходишь как с капустой в барабелью мало веры то так ты молись чтобы господь отдал веры то у тебя не просто мало веры я никакой и нету абсолютно я вчера когда уходил мы с тобой договорились полчаса проходит и за стола высовой выходишь было такое что ты чокаешь что ты бы это было такое то отвечай ну я без тебя буду жить я так не буду питать то есть тебе это не то есть тебе это не надо да то есть ты хочешь быть не свежим не сочным не плодовитым таким вот сморщенным урюком таким вот да я за полчаса могу пять литров заглотить если ты так хочешь а зачем тебе за полчаса закладывать пять литров то ты чё удав что ли поросенок или свинья ну я собака ну наглотался ну пять литров сожрал или я за два часа растянул два литра ну сравни пять литров и два литра ты вчера вот здесь это о чем молился о чем молился то ты здесь вчера христа просил то пять литров и два литра а вася сравни о чем ты вот вчера здесь вот стоял на коленях молиться доказываю что я могу за за 30 минут заглотить пять литров могу свободно ну а я растягиваю на 2 часа 2 2 литра зачем зачем ты на на 2 литра растягиваешь два часа зачем ты час за счет этими корнями прибывая при прикрываясь это пищу тебя размельчают заранее и ты научился размельчать это не повод тебе надо время тратить драгоценное на чё попало объесться тебе нужно обязательно и подольше посидеть по почамкать десна у тебя не болят ты все врешь ты жуешь и глотаешь нормально от одного зуба вот это вот от одного больного зуба вот эти зубы все у меня ну мы когда снимали ролик от 1 больного зуба у меня вот эти все зубы полетели я то я то чувствую что я заразился от брата своего он болел я заразился от него чем я не знаю какая бы как болезнь называться от которой зубы болят что ли ну болезнь я не знаю как как называться парадонтоз ну наверно когда десны болят да зуб 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 я от него заразился и вот у меня все зубы полетели а чё ты с ним делал то как ты от него заразился то ну через его бокал у его гостевал больше ничем не заразился а он такой же медлительный как и ты да он рвет и мечет а ему сколько а ему сколько младше на сколько на 6 лет всего тебя младше и он плодовитый сочный и свежий ты говоришь как бес рвет и мечет то есть праведник который старается жить быстро все делать быстро качественно во славу божию это бес у тебя а когда ты по три часа тратишь на употребление пищи все тем более мы сняли ролик все убедились что все ты за 20 минут можешь поесть и съесть нормально и наиться 20 минут ел он тебе спросил наелся наелся все зачем сидеть чамкать вот кто тебя это научил ну так я тебе я тебе про чай говорю я за 30 минут могу 5 литров заглотить ну и чё не заглатываешь ну так а зачем у него перебор а тебе 5 литров то никто и не наливает перебор то мне зачем ну а литр ты зачем 40 минут вчера ел почему литр ну а сколько 5 мы вчера с тобой договорились вася полчаса пройдет и за стола вылазь ты согласился пообещал чуть-чуть была не измельченная а что ты вчера ел ел кукурузу ел капусту ел а до кукурузы кукурузу нафиг суп у тебя был измельченный сварен с сухарями мягкий суп то суп ты его спокойно мог наисить 5 минут я его заглотил ну суп ну вот у тебя на кукурузу оставалось 25 минут сухарница скажи какой суп да там суп было наверное на дне ну какой суп ну а чё не суп с мясом бывает ну а чё не варишь с сухарницей а чё не варишь с мясом то себе я тебе каждый раз иду говорю чё нужно из продуктов купить ты ничего не надо у меня всё есть да я лучше рыбу ем ну а чё мне не говоришь что рыбу надо купить ну рыбу есть в холодильнике а чё не готовишь вот так чё то ты почему слово то Вася не держишь до сих пор свое как с тобой дальше жить то я думаю нам надо рассказывать если я рыбу буду ищу у меня пенсии не хватит ну я добавлю ну ты там жил вот братья к тебе проезжали ты там курицу ел причём в постные дни хватало у тебя там пенсии чё ты лукавишь то я нашёл на это на помойке курицу нашёл ой 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 и ты не боишься от помоечной курицы заразиться дальше там чем то так а кого заразишься он в марина выбрасывает срок годности вышел выбрасывает а чё оно испортилось что ли это так же и хлеб выбросили его а чё его нельзя есть что ли вот этот вот хлеб который ты сейчас размашивал это с помойки у тебя ты не покупал его ну ну такой он такой же свежий они делают чтоб он дольше продержался ну он ничем не пахнет как свежий местами местами подсох сколько у тебя пенсия пенсия какая у тебя вось 8300 8300 ну ты коммунальные там жил платил какие за сначала платила ну а чё бестолку платить то если я не живу там сейчас перестал не плачу ну а чё платить то если я не проживаю там не когда проживал платил да ясно дело сколько ты за этот домик где жил платил да копейки ну копейки сколько да меньше сотни потом побольше сотни стали наворачивать сейчас ну не больше 300 рублей в месяц ты за этот домик отдавал нет то есть у тебя остается 8000 из этих 8000 у тебя все деньги уходят на питание или еще за что то платишь да на питание ну а на чё жилье покупать какое жилье у тебя есть жилье у тебя два домика ну так их надо утеплять ну то есть ты откладываешь да сколько отложил на утепление ну ты с помойки питался 150 тысяч у тебя 150 тысяч сейчас ты накопил на утепление ну 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 пока что они в деле я не могу их взять в каком деле под двенадцать процентов под двенадцать процентов то есть ты дал деньги под проценты ну да а ты знаешь что это грех давать деньги под проценты знаешь знаешь и тем не менее ты дал да ну а выкручивать все же надо ты же в тепле а мне что замерзать замерзать то есть они сейчас у тебя под проценты лежат и ты их весной заберешь с процентами весной осень осень глубокая я не помню глубокая осень что глубокая осень ну ближе к зиме где то я не помню сейчас какого числа ну ты дал на сколько на год на год и ты вот глубокая осень почти зимой дал ты эти деньги заберешь уже зима будет так утеплять то надо по весне не ну могу продлить на полгода то есть ты на два года они накопятся там на проценты да через два года заберешь то есть следующую зиму ты не будешь там в том домике жить у тебя нету денег как скажешь это твать твоя жизнь как скажешь что ты там замерзал и я тебя приютил с условием что ты будешь меня слушаться и не перечить мне ну чё не режешь то вот сидишь и смотришь вот так сиди и режь то есть страха божия нету а чё я буду завязать знаешь что грех знаю и у тебя раз вот ты вчера о чём здесь молился об изгнании какого беса не помнишь уже не помню беса объедения беса объедения то есть ты согласен с тем что ты объедаешься да и так прожил ты покаялся и всё решил больше не объедаться так дело было ну если я не могу удержать как тут алкоголь не можешь удержаться то есть тебя бес с тобой руководит и весь во власти дьявола всё он тебе скажет то ты и делаешь то есть ты раб греха да не какой ты не христианин да ну тебе надо наверное подать заявление на уходе из общины и уйти ну у нас то вообще не христиане все все борются за грехами стараются а тебе и делов нету ты говоришь только одни слова надо трудиться над словом Божиим надо 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 а когда дело дойдёт всё ну у меня веры не хватает просил Бога и дастся вам то есть а ты вот считаешь что пообещать и не сделать это нормально для христианина? ну так надо как-то поднимать ну упал подниматься надо ну упал подниматься надо ты знаешь вот который упал он для свиньи она упала в грязь и она не собирается подниматься это она это для неё стихия она лежит в этой грязи в грехе хрюкает всё и лежит ну ладно ты допустим покаялся в объедении там не объедаешься не объедаешься потом раз там денёк но объелся бывает там бес попутал потом раз опять господи прости вот объелся и опять начинаешь воздерживаться это я понимаю и писание говорит как пёс возвращается на свою блевотину ну я понимаю но как тот алкоголик ну чё не могу одержимый то этим бесом да? ну надо и изгонять а чем бесы изгоняются? постой молитвы согласен сегодня поститься целый день ничего не есть поститься поститься да ну чтобы бес этот вышел кто верит что Христос может изгнать этого беса он сказал сей род бесовский изгоняется только молитвой и постом больше никаких там нету средств вот но монахи придумали послушание выше поста и молитвы вот ты вот меня вот а я считаю нет пост выше поста и молитвы давай сегодня договоримся так сегодня можешь меня не слушаться совершенно ни в чем делать что хочешь вот ничего тебе даже не буду тебе требовать послушания от тебя от тебя никакого но ты сегодня день постный у тебя будет поститься будем я буду с тобой вместе не пить не есть вот и будем молиться об изгнании без объедения ко мне он тоже подкрадывается иногда согласен 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 сегодня не едим и не пьем до завтра до утра ну если пить захочешь то ладно ты человек немощный я если не наемся я пить не хочу пить ну так тогда так я тебе говорю я тебе говорю что я в это ты рано смеешься ты ты хотя бы один день в жизни постился я пью воду а без пищи я воду не пью Вась подожди хоть и летом ну хорошо даже хоть и летом жаришься жаришься я перепить не могу пока не наемся ну договорились без без воды без питья я хотел послабление тебе сделать но ты ты рассмеялся даже ты рассмешил меня конечно тебе смешил я тебе до этого говорил что я пью только во время питания хорошо а так я никогда не пью хорошо а было у тебя такое что ты хотя бы один день в жизни постился но если я сильно это много пота потеряю тогда хочется пить ну лет лет я тебе сейчас какой вопрос Вася задал Вась какой вопрос сейчас задал тебе а я не помню ты же тебя как бес мучает то ну я свое тебе говорил и пропустил это мимо ушей было ли когда-нибудь у тебя в жизни чтобы ты постился один день пост хоть один раз ты соблюл великий пост во время болезни в прошлом году я лежал больше недели ничего не ел не пил не во время болезни это тебе когда болезни у человека нет аппетита ему хоть толкай ему это на дух не надо самовольно добровольно отказ от пищи был у тебя постился ты хотя бы один день за 70 лет был было такое дело но я занимался по методу Иванова обливанием обливанием ледяной водой и кто этот Иванов кто он такой Иванов то еретик и этот еретик научил тебя поститься да и как по средам и пятницам он учил поститься ну часто я не занимаюсь вася ты ну ты согласен что еретик не может научиться поститься еретики они не постятся они голодуют там что угодно делать но это не пост согласен ну а что ты его приплетаешь что ты здесь мне его не ну ты спросил я я тебе ответил я тебя спросил за 70 лет ты хотя бы один день постился православным постом да или нет 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 ну вот наконец то ты выдал это Вася не так то просто ну не так просто конечно если в 60 лет прийти в церковь ну а что ты надсмехаешь это что да я не надсмехаюсь что сегодня договорились сегодня ты нарушишь то понимаешь не у младенец у меня мозга то повернутые куда у тебя мозга повернутые то не у младенца ну ну ты Вася ну вот понимаешь ну у меня сколько было сотрясений мозга это ну что ты думаешь у меня этих сотрясений не было я учился в училище я тебе рассказывал да Вася да я тоже от рака помирал и были у меня сотрясения и еще только не было то это откат это это все да во Христе новая тварь понимаешь человек когда крестился вот я родился свыше в 16 году у меня было огромное сотрясение да мне зачем знать что у тебя было то я тебе говорю у меня тоже было сидел вот на такой высоте ну ты что на жалость то давишь Вася в темнице это бед твой сидит на жалость дает ты собираешься быть христианином заснул подожди ты в царство на бетонный пол давай головой головой как то Бог это сохранил ну как то не раскололся ну не раскололся ну я тебя спрашиваю ты всегда такой медлительный ты родился таким медлительным или ты до вот этого падения ты был нормальным ты говоришь нет я всегда такой ты всегда такой медлительным был то есть за зачат в пьяном виде отец у тебя алкаш и ты родился таким ну меня тоже спаивали меня спаивали тебя спаивали то есть ты таким вот умственно отсталым таким родился ну я тебе еще рассказывал а это я Владимиру рассказывал ну напоили меня да Вась это не надо теперь рассказывать рассказывать мужики напоили я полез на амбар на коньке не выдержался на самой верхотуре и полетел он и что после этого случилось с тобой ты стал все забывать ну сотрещение тоже было вот а до этого память у тебя хорошая была то есть ты как-то жил ты отучился на механизатор сколько ты на механизатор лет учился год закончил как с какими отметками с тройками хоть одна четверка это была по ком-то предмету или все тройки ну я не знаю какие предметы какие были но может и была то есть не помнишь да не помню то что на троечке как попало абы как лишь бы вот а зачем ты пошел учиться на механизатора если у тебя отвращение ко всей этой механизации было так учиться не хотел в школе ну и учителя видят что я плохо учусь ну решили от совхоза послать меня ну от совхоза послали но мне рабочих то не хватало угу то есть они поняли что ученым тебя не сделать по поясу идет работа ну я в двух классах сидел по два года в чем все у нас стало ты был знание ленивый ленивый а ленивый не хотел учиться не хотел учиться не хотел учиться ну какая учеба отец алкаш какое детство мать гонял бил руку ломал и да так ну решили сегодня пост на день у нас да обещаешь без без воды то если без еды то тяжело может тебе быть ты уже пожилой человек ты согласишься на воду нет то есть поститься так поститься без пищи воды не принимаем без воды и без еды да все договорились слава тебе господи слава тебе и где не Продолжение следует...